Здравствуйте! Я смотрю бурю восторга у моих слушателей, вызывая поднятые недавно темы проституции. Причем мне так нравятся ваши комментарии. Одни за, другие против. Одни говорят, что это ужас, другие говорят, что ничего страшного, третьи говорят, что они тоже люди. И я сейчас хочу вот здесь рассказать и обратиться, вообще ко всем, конечно, хочу обратиться. И хочу сказать, безусловно, да, это тоже люди. Они так же, как и другие, заслуживают и сострадания, и жалости, и участия, и внимания, и быть выслушанными, и помочь, чтобы мы им помогли. Всего этого они заслуживают. И я вам честно скажу, без рисовки, когда на приеме у меня попадаются разные люди, я помогаю всем, на самом деле, без различия лиц, званий, регалий, возраста, финансового состояния. Те, кто попали ко мне на прием, они пригреты все. И вы знаете, проституток это касается особенно, потому что они, по большому счету, беззащитны. Они жизнью, конечно, обижены. И за помощью им обращаться не к кому. И хорошо, если у нее хватает сил сказать, я все сама-сама. А иногда они даже сами-то себе помочь не могут. Поэтому, когда она обращается за помощью, или он обращается за помощью, я, конечно, стараюсь материнское крыло распростирать над ней и помогать. Вот. И когда... Ну, я хочу, знаете, что сейчас с этим роликом сделать? Я хочу снять у вас, так сказать, идеализацию образа проститутки. Таким образом, я вам сейчас расскажу свой первый в жизни опыт, знакомство с этой темой. Когда мне было 19 лет, я была студенткой 12-й группы 4-го курса Медицинского университета имени академика Ивана Петровича Павлова, города Рязани. Вот. В нашей группе было 14 человек, 3 мальчика, 4 мальчика и 10 девочек. Вот. И у нас был цикл дерматовенерологии на кафедре дерматовенерологии в Рязанском дерматовенерологическом диспансере. Вот. Цикл этот был длительный, он шел 2 или 3 недели. Вот. И мы последовательно проходили все темы. В тот день у нас была тема, касающаяся сифилиса. И наш куратор, наш руководитель, то есть ассистент кафедры, который вел у нас занятия для иллюстрации проявления вторичного сифилиса, широкий кандилом в области анального отверстия, сказал, что сейчас будет происходить демонстрация пациента, чтобы мы увидели проявление вторичного сифилиса, так сказать, вживую. Вот они на человеке. Вот такие, такие, такие бывают проявления. Вот. Ну, мы там сидим, ну, как представьте себе студенты, да, сидят, шушукаются, обсуждают. Там кто-то есть хочет, у кого-то денег нет, у кого-то семейные проблемы, кто-то уже ребенка в этот момент родил. То есть мы уже такие взросленькие детки, давно не девственники, и половина из нас уже замужем или женат, и кто-то уже имея детей. И тут приходит наш куратор, приводит существо. Это девушка на вид лет 15, совершенно забитая, затеканная, как зверюк с испуганным и озлобленным выражением лица, с пустыми совершенно, даже, я бы сказала, глазами. Вот. Оказывается, это девушке 17 или 18 лет. То есть она такая взросленькая уже девушка. И, ну, руководитель нам рассказывает, что она работала на дороге, и за деньги оказывалась возможность сексуальной услуги. То есть понятно, что девушка была проститутка. Вот. Ну и начал ее осматривать так, как положено осматривать пациента при сифилисе. Там, значит, покажите язык, она, покажите ручки, там, покажите ножки, теперь снимайте штанишки, повернитесь, пожалуйста, наклонитесь, раздвиньте ягодицы, и она легко, совершенно без стеснений, представляете, там 14 взрослых дядек и тетенек вот так вот на нее смотрят, она совершенно спокойно наклоняется, раздвигает себе ягодицы, а там, боже мой, штук 50 этих широких канделом, вот так вот ими вот все одна на второй, и запах, и вид, и все это невозможно. Вот. Значит, мы так все вот побледневшие вот так стоим. Руководитель ей говорит, девушка, спасибо большое, одевайтесь. Сейчас я отведу ее до палаты и к вам вернусь. И увел ее из учебной комнаты. Мы были все в осопенении, вот, и одна девочка из нас, из 14, сказала, только одна девочка сказала, нифига себе, вот, поскольку мы все подумали одно и то же, но она одна это сказала, мы все ее спросили, что нифига-то, какие у тебя впечатления-то? Она говорит, ну я-то думала, проститутки, это такие прям женщины, такие прям женщины на шпиках, в серебристых колготках, и вот с такими вот прическами. А это что за ничтожество? Ужас какой, ужас какой. И вот знаете, я вот эту ее реакцию своей одногруппнице, своей подружке запомнила на всю жизнь. Вы знаете, у тех, кто редко сталкивается с этой темой, с темой проституции, да, складывается впечатление, что обычная женщина – это такая лыжкомойка, дома она там возится с детьми, ходит она в пуховике, маршруты ее только до детского садика и обратно, а проститутка – это такая женщина шикарная, которая ухаживает за собой, волосики-то у нее все выщипаны, и тут у нее все как-то идет накрашены, вся она такая прямо из себя невозможная, 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 невозможная. А на самом деле те, кто пользовался услугами проституток, допустим, знают, что, как правило, то, что нарисовано на картинке на сайте, и то, что потом приезжает, отличается в худшую сторону. Это, как правило, да, вы сами мне писали в комментариях, и это правда, что чрезмерное участие в сексуальных утехах, ненормированный образ жизни, чрезмерное употребление алкоголя и различных психоактивных веществ изнашивают организм, особенно лицо человека очень сильно, вспоминаем портрет Дорианы Грея, да, вот, и человек, который выше среднего участвует во всем этом, сначала имеет старение лица быстрее, чем у окружающих, а затем это лицо становится просто уродливым. Более того, я вам говорю сразу, глаза их ничего не выражают. Они настолько привыкли быть обезличенными, они настолько привыкли сливаться с серой массой, им же не надо проявлять свою индивидуальность, им надо просто отработать за деньги то, что хочется, поэтому у них бессмысленно пустое выражение лица. Ужас, во что они превратили свои жизни. Вот, понятно, что бывают исключения, бывают. И мне встречались такие люди, которые на деньги, полученные от проституции, умудрялись содержать жену, платить ипотеку, учиться сразу в двух институтах. И к моменту, когда по возрасту пенсионному надо было выходить из профессии, ну там лет 25-27 уже надо выходить из профессии, вот, они себе обеспечивали своим доходом от проституции очень хорошее вложение, становились сразу, ни больше, ни меньше, как помощником депутата Госдумы. Отличная карьера, только один нюанс. Такие ребятки лет в 30 не чувствовали, ну вообще уже ничего, ну просто. Нет было такого танца с бубнами, чтобы их возбудить. Ну то есть вот у них все в жизни было, место депутата Госдумы у них было, помощника пока 25-27 лет депутата Госдумы. Жена у них была, и дети у них были, и квартира в ипотеку была у них. А вот только не чувствовали они ничего. Ничего, никакой виагры. Это вот, к сожалению, отрицательное воздействие, вот, на людей, которые смогли удержаться на плаву. Вот, но в основной своей массе на плаву мало кто удерживается, и жизнь проституток идет по наклонной плоскости вниз. И где-то там в комментариях вы мне писали, упоминали всеми женщинами любимый фильм «Красотка» с Ричардом Гиром о том, как миллионеры из проституток хороших девушек делают. Вот, вот. Ой, ну, ребят, ну, особенно вот из уст мужчины даже смешно слушать. Вот почему, когда мы с вами смотрим пронографию, мы понимаем, что это постановочные трюки. Но почему, когда мы смотрим с вами ужастик, мы понимаем, что там этих всех Фредди Крюгеров, Дракул, всех их там с помощью арт-дизайна, там, с помощью специального, там, каких-то визажных техник, из нормальных людей сделали злодеев, вот мы почему-то в это верим. А когда нам показывают сказку о том, что миллионер из проститутки хорошую себе сделал там невесту, и спутницу, и соратницу, и товарища по партии, мы почему-то в это верим. На самом деле, чтобы уж закруглить с этой темой, я так думаю, что даже среди светских львиц, если одна, тусуясь в закрытом клубе, куда нет доступа всем простым смертным, да, если одна из целой стайки вот этих львиц смогла охомутать миллионера, не будучи дорожной проституткой или там какой-то сайта там девушкой, да, которыми руководит какой-то свой сеньор, да, одна светская львица. И то это чудо, остальные на нее смотрят с завистью, мечтают оказаться на ее месте. Но это была отборная девушка, не просто так себе, с улицы. Это была специальная девушка, которая каким-то образом попала в этот клуб, у которой за плечами, может быть, какие-то кастинги, может быть, какая-то работа в престижном модельном агентстве, опыт общения со знаменитыми, богатыми людьми и так далее. И то одна, может быть, из стайки, только устроить свою судьбу, найдя подходящего миллионера. А вот что говорить о девушках, которые рангом ниже и еще ниже, и еще ниже, и еще ниже. На эту тему, конечно, ничего другого, кроме как береги честь смолду о платье снове, я не скажу. Наши с вами предки этой пословице уже все сказали за нас. Ребят, береги честь смолду о платье снове. Вот и все. А сейчас пока!